МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кого будет шоком, так для моих родителей? Конечно, конечно. Как отреагировали родители? Родители были ошарашены, были очень сильно ошарашены, потому что они знают, что я очень люблю музей, что я в нем давно работаю, 5 лет, да, но никто не предполагал, что все может оказаться вот так. Но, тем более, мне 27 лет, да, поэтому, конечно, они удивлены были очень. Родители из Красноярского края? Нет, да, из Красноярского края, они живут в маленьком городке Илландском. Ну, и вы, соответственно, оттуда. Вообще я родом из Хабаровского края, да, но до 7 лет я там прожила, потом приехала в Илландский, там училась, закончила школу, а потом приехала сюда и в 2005-м поступила на искусствоведа. С тех пор я живу здесь. И, как вы сказали, 5 лет работали, собственно, в музейном центре. Да, да. На каком направлении? Чем занимались? Да, я работала сначала научным сотрудником, ну, самая простая музейная такая научная должность, да, на, как это, человек, который занимается проектами, да, научный сотрудник, который работает с художниками, а дальше, спустя 4 года, я была назначена на роль руководителя экспозиционно-выставочного центра, то есть человека, который отвечает за то, какие выставки привозятся и как они хорошо висят в музее. То есть, я так понимаю, музейный центр для вас это, собственно, основное место работы родное, гнездо, что называется? Ну, вообще история довольно странная. У меня три места работы, но музей я воспринимаю действительно как самую серьезную для себя работу, самую серьезную перспективу. И все свое свободное время я вот посвящала тому, чтобы работать, развиваться. И это, на самом деле, такая, ну, душевная очень история для любого сотрудника, не только для меня, да, для любого человека, который поработал у нас. Музей – это по-настоящему такой родной дом, туда, куда ты приходишь не для того, чтобы с 9 до 6 посидеть, да, и компьютер, ленту обновлять новостную, а для того, чтобы делать что-то вот идейное. Ну, а значит, что у вас сформировалось наверняка свое собственное видение того, каким должен быть музей. Правильно я понимаю? Да, действительно. Но я не могу сказать, что оно кардинально отлично от того, что город имел 25 лет. Потому что Михаил Павлович сделал огромную работу, да, и всем известно, какая она огромная, какая она важная. Была принята концепция, допустим, да, в 93-м году, в каком-то там 93-м году, но которая стала программной не только для города, не только для края, но и для всей России. Тут не стоит лукавить, да, и биеннале, и, допустим, музейная ночь, это практики, которые появились впервые у нас в Красноярске. И потом были уже подхвачены с легкой руки Москвой, Петербургом и так далее, и так далее. Вот, поэтому я не могу говорить о том, что моя позиция кардинально разлится с позицией Михаила Павловича, коллектива. Но свежие идеи, они, безусловно, есть, которые бы, скажем так, не затушили, да, а наоборот, позволили этому пламени взвиться как можно выше и там быть музеем более теплым и более заметным. Ну, концепция 90-х годов, она же не единственная. Я знаю, что был проект концепции новый какой-то. Какова ее судьба? Ее судьба такова, что в ближайшее время мы должны будем ее защитить на уровне Министерства культуры, где будут обозначены основные программные вещи для музея, там, наши такие стратегические, в том числе и тактические планы, там, вплоть до каких-то отдельных проектов. В любом случае, концепция развивается, да, и появляются новые направления. Допустим, у нас появилось междисциплинарное направление, у нас появился театр в музее. Если кто еще не был, то, например, 28 января будет очередная постановка, очень хорошая, приглашаем. Поэтому появляются новые направления, но в целом вектор ориентации на сложное, интересное искусство, на смысл, на возможность подумать, оно сохраняется. Ну, концепция – это вещь долгосрочная, а вот краткосрочные планы какие-то ставят перед вами сейчас Министерство? С чего начнете? С организационной работы, не знаю, с капитального или текущего какого-то ремонта, может быть? На самом деле начинать нужно со всего, да, то есть нельзя делать упор в какую-то одну сторону, потому что я понимаю, что если раньше я была там научным сотрудником, да, и моя работа была в меньшей степени административная, то теперь мне приходится думать не только о том, какую прекрасную высокую выставку мы покажем, но и о том, как мы ее покажем и как удобно зрителю прийти на нее посмотреть. Конкретных каких-то задач пока еще не ставили, да, за исключением того, что было рекомендовано подумать об организации, конкретно о системе организации процессов в музее, всего того, что мы умеем. Тут никто не отнимает заслуг, да, мы умеем невероятно здорово, мы умеем невероятно интересно. Теперь нужно, чтобы это начало работать действительно на человека, на посетителя, чтобы людям было не просто интересно там прийти раз в два года, например, на музейную ночь, а чтобы каждая выставка была событием. И не только открытие ее было событием, а весь режим работы, все два месяца, чтобы что-то происходило. Вот. А административная там по поводу капремонта и все такое прочее, это, конечно, все будет, но мы же понимаем, что даже в своей квартире мы ремонт делаем неделю, да, мы делаем все это дело очень долго, и тем более это такой флагманский проект, флагманское сооружение для города, его архитектура, это очень важно, поэтому... Ну, до универсиады наверняка все будет очень красиво, здорово, и кривотолки эти все закончатся по поводу фасада ободранного, вот. А пока, ну, внутренний музейный сервис будем развивать. А формальный показатель численность посещений, а посетителей считаете как-то в год, сколько посетителей надеемся? Да, у нас есть специальные формы от Министерства культуры, куда мы вписываем по квартально количество посетителей по полугодиям. Ой-ой-ой, вписываете или считаете? Ну, в смысле, это нужно заполнять. А людей, конечно, мы считаем, ну, куда без этого? Вы хотите цифру услышать? Ну, хотя бы примерное понимание, да, и динамику вот растет ли интерес? Да, динамика растет, но это не эволюция, да, это не, ну, в смысле, это не линейная эволюция, скажем так, да, все зависит от проекта. Если проект интересный, внезапно количество посетителей может вырасти. А потом, например, январь, январские праздники, люди уезжают там куда-нибудь, и мало народу. Вот, ну, наверное, показатели, ну, честно, не могу сказать точно. Тогда по-другому скажу, ключевые мероприятия в течение года, которые притягивают наибольшее количество посетителей. Биеннале, понятно, да? Да, Биеннале, ну, раз в два года проходит, а так, безусловно, конечно, музейная ночь. Это проект, который всех интересует, феномен его интересен посетителю, потому что вроде как был, видел, но прихожу снова и снова, и снова, да. Потом театр, например, появился, да, и театр сейчас выходит на хороший уровень, посетители начинают ходить, интересоваться всеми этими вещами. Проекты интересные, привозные какие-то, совместные, которые касаются какой-нибудь сложной, интересной темы, да. Например, мы говорим, мы привозим коллекцию частного коллекционера современного искусства, и все начинают думать, человек, что деньги есть собирать вот это, и люди начинают приходить смотреть на это. Вот, то есть, как бы, все зависит, ну, надо дать должное или, там, как бы, обозначить свою позицию, я не из тех людей, которые стремятся бросаться в крайности, да, потому что обычно, ну, как бы, нормальная практика, когда люди либо так, либо так, да. Поэтому я не могу сказать, что вот это вот отличный проект, все хотят на него смотреть, а это плохой. Все зависит от контекста, от того, что привозится, как привозится. Но флагманские есть, да, это биенналии, музейная ночь и выставки и коллекции, каких-то разных интересных коллекций. У меня субъективное ощущение, что они не очень равномерно распределены в течение года. Все интересно, она вот где-то вот осенью происходит. Так это или нет? Вот сейчас что-то весной, летом можно будет посмотреть? Да, конечно, можно. И тут надо понимать, что мы работаем не самозамкнут, а у нас есть партнеры, да. В частности, например, фестиваль Азиатско-Тихоокеанского региона, да. В прошлом году, в прошлом же, в 14-м году, когда он проходил, у нас была выставка, не одна это было интересно, это было летом. Вот. В этом году тоже будет Азиатско-Тихоокеанский фестиваль, поэтому на лето тоже планируется, что что-то у нас появится. На весну, ну, что касается весны, мы хотели бы попробовать посотрудничать тоже с привозными проектами на музейную ночь, где, возможно, мы попробуем представить тот самый наш новый бренд под названием «Музейный центр Площадь мира», и там появится вот тоже что-то интересное. То есть, да, я понимаю у вас вот эту вот субъективную составляющую, что осенью-осенью, потому что кряк, потому что биеннале открывается, да. Но будем думать о том, чтобы каждый сезон или там квартал, как принято говорить, в управлении, было что-нибудь хотя бы по одному интересному мероприятию. Вот еще один стереотип, который я только сейчас вспомнил, что кис, наверное, не для семейных посещений. Вот в студенчестве я дико любил посещать кис, там всегда все было интересно, все развивалось. А сейчас с детьми я больше, наверное, в Краеведческий хожу. Есть ли такой стереотип в представлении большинства? Для кого, скорее, сегодня ваш музейный центр для стариков, которые ходят в музей Ленина, да, посмотреть на экспозиции? Для студентов, для творческой интеллигенции или для семьи с детьми тоже что-то есть? Для семьи с детьми, конечно, пока невозможно предложить огромное количество проектов, да. Это все очень ситуативно. Это, например, какой-нибудь театр, да, детская постановка, либо специальная выставка для детей, такое бывает. Но так, чтобы постоянно была возможность прийти, своего ребенка посадить здесь игрушечку ему дать, а сам пошел кофе выпить, этого пока не получалось. Вы к этому стремитесь, вам это надо? Или вы хотите аудиторию свою зафиксировать, небольшую, пускай, но свою четкую, постоянно? Я хочу, чтобы мы не впадали в крайности, да, чтобы мы не говорили о том, что современное искусство только для узколобых и только вот для десяти творческих, там, интеллектуалов и все, и больше ни для кого. Но в то же время я не хочу, чтобы мы превращались в торговый центр, да, где есть аниматоры, которые детьми занимаются, а мама пошла скидки искать. Я хочу, чтобы это все дело развивалось так, чтобы было уютно и здесь, и здесь, но не одновременно. Одновременно, естественно, не одновременно. Так не бывает, потому что если музей для всех, то это не для кого, как и все в принципе, да. Все это ничего, это никто, это воздух, пустота. Поэтому есть понимание того, что нужно делать и такие проекты сложные, которые позволяют сообществу расти, дискутировать, а есть проекты, которые позволяют новое сообщество сюда привлечь. И вот между ними нужно так пытаться лавировать. Еще один вопрос. Шубский сделал вам напутствие, по сути, для вас вот это вот важно, то, что он как бы одобрил в добрый путь вам. Конечно, безусловно. Я очень переживала по поводу того, что будет с музеем, как решится эта ситуация. И мне же сначала вот Елена Николаевна предложила, да, исполнять обязанности. И я тогда очень сильно не буду лукавить, перепугалась. Вот. Я связалась с Михаилом Павловичем, узнала, как он на это отреагирует. Он сказал, что это лучший вариант для музея, это свой музейный человек, человек, который радеет и понимает, что здесь было сделано и что не стоит терять ни в коем случае. Поэтому для меня было невероятно важно и приятно, что он одобрил. Тогда и наше вам напутствие. Спасибо большое, Мария Игоревна, как мы теперь знаем. Это была Мария Буква, руководитель музейного центра «Площадь мира». Это была программа «Интервью». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова